всем привет в конце сентября сяоми провели царскую презентацию где показали не только mi mix alpha на который мы все дружно посмотрели и в общем показали еще сяоми mi 9 pro 5g который у меня вот здесь уже стоит в россии он конечно вряд ли будет продаваться но в китай с 27 сентября он уже продается я его купил кстати версия на 512 гигабайт обошлась всего в 39 тысяч рублей это сейчас один из самых доступных 5g смартфонов но и в целом наверное получился интересный флагман распакуем посмотрим ну и конечно же без конкурса я вас также не оставлю кто-то из вас вот эту версию на 512 гигабайт получит а пока откроем коробку коробка себе ничего необычного не представляет здесь написано 9 pro сверху у нас какой-то специальный логотип наклеенный что-то на нем написано я понимаю то что как пишется так и читается но не могу вам сказать снизу логотип 5g за это все по-китайски открываем коробочку и смотрим что у нас в ней находится сразу видим здесь телефон давайте-ка на него посмотрим охренительно выглядит этот цвет просто бомба xiaomi говорили что здесь специальное напыление покрытие но крышка я сразу вижу то что она матовая она невероятно красиво переливается на свету и это не похоже на перламутр от huawei например это что-то свое и это очень круто смотрится здесь мы сразу видим логотип 5g но на телефон мы еще посмотрим давайте взглянем на комплект под телефоном у нас естественно находится инструкции здесь у нас должен лежать чехольчик есть иголочка переходник type-c миниджек а также бумажки чехол как и в прошлый раз силиконовый прозрачный мне они у сяоми крайне не нравится они сильно пачкаются они вот такие все скользкие хлипкие я не понимаю почему в ми 9 не могут положить такой же крутой чехол как например в мимикс тонкий пластиковый матовый очень крутые чехлы у мимикс блин ну вот это конечно ни о чем дальше кабель type-c type а здесь ничего необычного плотненький такой очень похож на кабель от ван плюс но только он белого цвета а не красного и конечно же адаптер питания и вот здесь стоит поговорить поподробнее потому что этот адаптер у нас на 45 ватт и сяоми на презентации несколько раз сказали что от него можно заряжать не только телефон но и ноутбук сяоми и даже macbook то есть вы с собой взяли один зарядник и зарядили от него сразу все гаджеты очень круто что производители к этому пришли и то что такой зарядок стать довольно компактный реально компактный на 45 ватт естественно вилка китайская американская но молодцы чего у нас по дизайну здесь практически то же самое что и в ми 9 но безусловно телефон тактильно отличается во первых он стал тяжелее теперь это 196 граммов было 170 такой довольно увесистый но например меньше весе чем остальные конкуренты он стал толще если было семь и шесть миллиметра стала 8 и 5 и наконец-то производители не стали гнаться за толщиной удивительная прекрасная история конечно и самое главное то что задняя крышка матовая она не просто смотрится классно она еще и тактильно невероятно крутая в остальном все то же самое алюминий 7000 серии полированный спереди и сзади стекло gorilla glass 6 неплохое олеофобное покрытие телефон этот продается в двух цветах вот такой это как белый цвет и есть еще классический черный ничем он не примечателен очень похож на то что мы видели в ми 9 такой же красный кружок в основной камере если брать ми 9 pro 5g то однозначно именно в таком цвете дисплей 6 и 39 дюйма матрица amoled разрешение full hd плюс поддержка hdr 10 поддержка dc и 3 ничего практически не поменялось но сяоми сами сказали то что они подтянули матрицу по цветам и возможно здесь матрица совершенно другая я с первого взгляда вижу то что здесь очень хорошо все по цветам есть dc димминг и в целом дисплей отличный по яркости то же самое 600 нет самое главное то что под дисплеем есть сканер отпечатка пальцев и вот здесь я наблюдаю изменения потому что он работает крайне быстро то есть сейчас это один из самых быстрых смартфонов именно с подэкранным сканером отпечатка пальцев ну то есть окей не всегда распознают правильно но очень быстро где-то на уровне ван плюс 7 pro едем следом разъема миниджек здесь естественно нет слот по 2 наносим карты карточку поставить нельзя динамик type-c снизу ничего не поменялось в этом плане поговорим теперь про камеры а камеры здесь те же основной сенсор 48 мегапикселей с апертурой 1 и 8 широкоугольный 16 мегапикселей с апертурой 2 и 2 и телевик 12 мегапикселей со светосилой 2 и 2 фронтальная камера на 20 мегапикселей лучше новинка снимать не стало хоть и приложение камера работает крайне быстро и на мой взгляд быстрее и стабильнее чем на обычном mi9 но именно фотки видео получаются абсолютно такими же видимо самый сок сяоми оставили под презентацию mi10 в следующем году ну а теперь переходим к существенным изменениям первое из которых это естественно процессор snapdragon 855 плюс 7 нанометров 296 гигагерц максимальная частота adreno 640 соответственно здесь используется и модем от qualcomm snapdragon x50 и на презентации сяоми заявили то что данный смартфон способен разгоняться до скоростей в одну целую 78 сотых гигабит в секунду учитывая что в mi9 скорость была на lte 150 мегабит в секунду это прям хорошо хотя другие производители умеют разгонять свои смартфоны лучше но тестировать сейчас вообще как бы негде и если у меня будет скорость 178 гигабит в секунду я скажу мне хватит нормально пойдет и так оперативной памяти два варианта 8 либо 12 гигабайт встроенные 128 256 или 512 гигабайт как у меня здесь в antutu максимальная версия набирает 469 тысяч баллов и 750 и 2670 очков в geekbench 5 железо здесь мощные чтобы все не перегревалась в том числе опять же когда она появится в китае или в россии не знаю сюда поставили продвинутую систему охлаждения графен используется на данный момент есть только еще один телефон который использует примерно такую же систему это huawei may 20x а вот mi9 pro 5g уже в моих руках и он действительно не теплый поэтому и под игры подходит наилучшим образом вообще здесь есть еще изменения но пока что реклама хочу вам друзья рассказать про дебетовую карту тинькофф black которую использую и сам здесь примерно как у сяоми топ за свои деньги из того что вы уже знаете по карте начисляется 6 процентов годовых на остаток один процент на любые покупки по карте 5 процентов на выборной категории и до 30 процентов у партнеров а партнеров у тинькофф прям очень много дальше 15 процентов кэшбэка при покупке билетов в кино либо на концерты через приложение тинькофф это важно заходим в это приложение затариваемся билетом на лимбиски в следующем году и получаем шикарные 15 процентов кэшбэка обратно это если что как пример был можно любые билеты покупать из того что важно мне и я люблю можно переводить с карты на карту причем абсолютно бесплатно и не нужен номер карты по номеру телефона опять-таки в любой банк во всех банкоматах по всему миру снятия без процентов для меня это очень важно потому что я много летают и вообще не помню когда последний раз специально обменивал валюту просто приехал в страну поставил в банкомат снял деньги курс тот же самый если не дешевле и главное карта дебетовая не кредитная не стоит путать эта карта для хранения денег и на мой взгляд одна из самых удобных без бонусов конечно не обойдемся поэтому если вы перейдете по ссылке в описании оформить себе карту то после первой покупки на сумму свыше тысячи рублей 500 рублей вернуться вам обратно так что переходить по ссылочке продолжаем говорить про телефон процессор поменяли чего здесь не хватает естественно объемного аккумулятора если в ми 9 3300 миллиампер часов то здесь 4000 миллиампер часов не самый большой показатель но смею отметить то что ми 9 действительно очень неплохо держит вот это держит еще лучше изнасилование было недолгим поэтому в полной мере не могу сказать насколько хорошо здесь справляется батарея но до конца дня его точно хватает я думаю то что кому-нибудь из вас будет хватать и на полтора и два дня и при этом ми 9 про один из самых быстрозаряжаемых смартфонах хочешь проводным путем 40 ватт за 50 минут он заряжается от 0 до 100 процентов во вторых в комплекте уже идет быстрый зарядник на 45 ватт поэтому можно заряжать не только смартфон но и например ноутбук третье быстрая беспроводная зарядка на 30 ватт это больше чем у huawei made 30 pro например за 25 минут можно зарядить смартфон беспроводным путем до 50 процентов а за 69 минут до 100 процентов правда для этого придется докупить ну скажем так пиксель стенд от сяоми он стоит всего 200 юаней на 30 ватт и кстати симпатично смотрится ну и наконец реверсивная зарядка мощностью 10 ватт то есть вы от телефона можете зарядить любой другой телефон либо наушники либо что-то еще это смешно потому что на iphone 11 pro до сих пор используется стандарт мощностью 7 с половиной ватт а здесь телефон больше выдает десятку понятное дело можно зарядить от сяоми и айфон по крайней мере на презентации об этом очень часто говорят всем же известно что владельцы айфонов и huawei и самсунгов с собой всегда берут сяоми чтобы заряжать именно им по автономности и зарядки здесь все очень быстро быстро заряжается долго держит но вы должны задавать себе главный вопрос насколько хватит аккумулятора пока это неизвестно но даже на этом нововведение не заканчиваются помните я все время ругаю многие смартфоны сяоми за то что у них отвратительная вибрация здесь это наконец-то починили до китайцы быстро скопировали челку с айфона но вот именно вибромоторчик шли они до этого годы наконец-то теперь он здесь такой же как в айфоне но практически такой же я бы не сказал что настолько же приятный как пиксели как в айфоне как например мы 30 хуже но тем не менее использовать его очень приятно дальше сяоми нам обещали miui 11 нами 9 pro 5g прямо на старте но этого не произошло здесь стоит обыкновенная десятка не глобальной версии и это главная проблема телефона потому что никто сейчас не знает а будет ли международная версия mii 9 pro потому что он продается в китае да но если он не выйдет на мировом рынке то и не будет глобальной прошивки так что не русского языка не google сервисов и кстати не смог сюда поставить выдают ошибку google pay тоже не заработал поэтому придется подождать и посмотреть что случится но возможно кастомными прошивками чего-нибудь поправить но пока что неизвестно что касается miui 10 внутри работает все очень быстро очень стабильная прошивка в камере не глючит да и в целом никаких глюков за пару дней использования я не заметил но про miui 11 все-таки хочется сказать пару слов список изменений выглядит таким образом новый шрифт milan pro с настройкой его размеров и жирности дизайн стал более минималистичным обновили ambient display он же always on display множество вариантов дизайна можно писать свой текст для отображения и использовать анимации для индикации уведомлений обновили рингтоны будильника и уведомлений теперь это природные звуки не раздражающие добавили новые фирменные приложения например приложение для работы с документами и добавлена специальная технология для сохранения заряда если у смартфона всего пять процентов батареи он способен проработать целый день и по сути это все изменения не так уж и много больше косметических но мию 11 мы все равно все вместе с вами ждем цена теперь всегда самое важное и приятное в деле сяоми опять порадовали максима потому что минимальная версия стоит 3700 юаней это около 33000 рублей максимальная 4300 юаней это около 40 тысяч рублей еще раз повторяюсь то что вот эту модель на 512 гигабайт я купил за 39000 рублей жалко мне с этим телефоном расставаться но пришло время поэтому как всегда конкурс ничего сложного вы уже привыкли и все знаете подписаться на канал надо оставить любой комментарий по теме и поставить лайк под этим видео на нашем втором канале розетки плюс 1 ноября подведем итоги и кто-то из вас станет счастливым обладателем выводы сразу вспоминается крылатая фраза про сяоми потому что за доступные деньги нам предлагают лучшее железо правда нам сяоми обещают то что в следующем году будет такое нехилое повышение цен поэтому дождемся ми-10 прежде чем радоваться но пока что это один из самых доступных флагманов на рынке к тому же с 5g да и в целом один из самых приятных флагманов на данный момент но вот глобальная прошивка вызывает большие вопросы и вот если она появится то могу смело рекомендовать топ за свои деньги так друзья сяомисты не забываем подписываться на канал потому что конкурс понятно но если вам наши ролики нравятся и вы хотите больше таких то кнопочку он там где-то внизу не забывайте нажимать и всего вам доброго спасибо спасибо спасибо